И провокация может быть воздействие на организм врачом или какой-то сознательно. Мы толкаем, мы даем какое-то вещество, мы даем какую-то картинку, произносим какой-то звук, создаем звук, то есть разные рецепторы, специализированные рецепторы организма реагируют, и тело реагирует через мышечную реакцию. И если мышца отрицательная, то есть мы можем нанести яд на тело, мышца будет ослабевать. То есть это отрицательный результат мышечного теста. Если мышца была слабая и усиливается на какую-то провокацию или на вещество, то это уже будет положительная реакция тела. Но не всегда это будет приводить, это может быть как псевдокоррекция нарушения и просто свидетельствовать о взаимосвязи этой проблемы с ослаблением мышцы. Но вот здесь вербальные провокации, рефлекторные провокации, то есть расприкосновение это уже провокация. Уже мы подули на пациента, отказали слово, это провокация. То есть вербальная провокация, химическая провокация, визуальная. То есть провокация светом или отсутствием света. Света это всегда будет и цветом тоже. То есть это все будет провокацией. И если вы пользуетесь провокацией, то используйте какую-то одну провокацию. Комплекса нельзя. Пациент жует какое-то вещество, мы его тут толкаем, тут мы еще ему какую-то песенку предлагаем попеть или ставим и пытаемся оценить реакцию. То есть надо быть проще. Один стимул, один тест. Одна провокация, один тест. И вот еще раз повторюсь, всегда двигаться от слабости к силе или от гипертоничности, гиперреакции мышц к нормотоничности. Это вы получите более точные результаты. Мышечное состояние изменяется постепенно в ответ на изменение пропорецепции. То есть мы используем пропорецептивный вход и сочетаем его с произвольными движениями для оценки реакции пациента. То есть если это важный момент, что мы используем и терапевтическую локализацию, другими словами, и провокацию. То есть мы будем, если успеем, я надеюсь, успеем поговорить о мышечном тесте при работе на позвонках, то терапевтическая локализация проводится пациентам и ослабление индикаторной мышцы. Это называется сублуксация. И фиксация. Это для определения фиксации терапевтическая локализация не будет в чистом виде работать. Надо добавить движение этой зоны и таким образом выявить слабость. Тогда только она будет выявляться, вот эта дисфункция. То есть двойная ТЛ – это когда одна ТЛ провоцирует слабость. То есть мы нашли, что индикаторная мышца при тестировании расположение на печень ослабевает. А вторая ТЛ устраняет эту слабость. Допустим, ТЛ на зону лимфооттока усиливает эту мышцу. То есть это будет говорить о связи этих проблем. И это может быть указание на лечение в зоне второй терапевтической локализации. Чем же отличается провокация от ТЛ? Тем, что пациента, то есть и то, и другое является проприоцептивным входом. Терапевтическая локализация – это пассивно, а провокация может требовать от пациента каких-то сопротивлений и какого-то участия. То есть, например, он может встать, попрыгать, и мы его тестируем. Или мы просим выполнить какое-то движение и тестируем пациента. То есть провокация более мощный проприоцептивный стип. Терапевтическая локализация тоже провокация, но более слабая с точки зрения проприоцептивного раздражения. То есть проприоцептивная система – это часть нервной системы, которая сканирует контуры тела и расположение в пространстве. То есть структурный контроль целостности организма определяет. Ну, мы сейчас будем говорить о позвонках. То провокация позвонка мы ищем при надавливании на позвонок. То есть мы нашли, у нас есть сублуксация, тел показывает нам слабость. Мы толкаем позвонок, ослабевает мышца, связанная с позвонком, связанная индикаторная мышца. И мы ищем направление, в котором мышца будет ослабевать. Здесь так называемый используется механизм отдачи. И только одно направление должно вызывать слабость. То есть если мы имеем несколько разных направлений, в которых возникает слабость, эту структуру нельзя трогать. То есть у нас должно быть одно направление, вызывающее слабость. То есть если мы протестировали движение позвонка и определили, что у нас все направления вызывают слабость, это означает, что этот позвонок не подлежит никаким манипулятивным действиям. То есть нам нельзя его трогать. Там может быть или перелом, или опухоль, или что-то еще. Это важное правило. И обычно тело реагирует ингибицией мышцы. То есть мышца становится слабой. И если мы переводим мышцу от слабости к силе, то это благоприятно. И переход от силы к слабости указывает на раздражение, на стимул, который не в состоянии адаптироваться. И провокация отдачи используется эластичную природу элементов, поддерживающих позвоночник. Она оценивает способность позвонка при давлении в определенном направлении возвращаться в нормальное положение, состояние равновесия. Явление провокации отдачи может использоваться на позвоночнике, тазе и других частях тела. Черепи и грудной клетки отдачи. Но провокации на конечности не дают эффекта ребаунд отдачи, поэтому такими не называются. И отличие провокации на конечностях сводится к тому, что нам надо найти направление, которое не вызывает ослабления. То есть проводя манипуляцию на конечностях, мы ищем то направление, которое будет сохранять силу индикаторной мышцы. И будет восстанавливать слабую, ассоциированную с этим суставом или этой областью мышцы. И есть два воздействия, то есть мы можем толкнуть позвонок или просто давить на него в определенном направлении. Это будет такая статическая деформация или динамическая деформация, которая может быть одноразовый импульс или многократный импульс, который будет вызывать слабость. Ну и когда мы статическую провокацию используем с участием слабой ассоциированной мышцы и удержанием позвонка, то эта ассоциативная мышца будет восстанавливаться. Чаще всего, если вы сомневаетесь в эффекте, найдите ассоциированную с данной областью мышцу и дождитесь ее усиления. То есть при надавливании на позвонок, то есть так называемая сублуксация по терминологии Людмилы Федоровны Васильевой, это мышечный блок. То есть здесь есть нарушение в первую очередь в мышцах, которые удерживают позвонок. И происходит смещение позвонка в определенном направлении. И при надавливании на позвонок мы удерживаем его в определенном положении. Слабая мышца, предварительно слабая, он становится сильной. И когда позвонок отпускаем, то есть мы как бы усиливаем воздействие давления на позвонок, и его отпускаем, он возвращается. Это вот провокация отдачи. То есть он становится на место, когда отталкивается. То есть такое пружинистое действие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова